Здравствуйте, уважаемые телезрители, вы смотрите телеканал 6 ТВ, в эфире актуальное интервью. 25 июля последний день представления новой формы по авансовым платежам по налогам на имущество юридических лиц, находящихся на общей системе налогообложения. И об этом мы поговорим с гостем нашей студии. Это Сидорова Ольга Викторовна. Здравствуйте, Ольга Викторовна. Старший государственный налоговый инспектор от телокамерального контроля в сфере налогообложения имущества номер один УФНС России по Хабаровскому краю. Что это за новая форма уведомления? Кто ее обязан представлять и каких налогов она касается? Это уведомление, это новая форма отчетности для юридических лиц Федеральную налоговую службу по исчислению авансовых платежей по налогам на имущество организации за отчетные периоды года. Налоги на имущество организации, это у нас транспортные земельные налоги и налог на имущество организации. И форму эту представляют те юридические лица, которые находятся на общей системе налогообложения. Я уже сказала, что последний срок это 25 июля, а последний день оплаты налогов? Последний срок оплаты авансовых платежей по налогам на имущество организации не позднее 28 числа месяца за истекший отчетный период. Отчетный период у нас, скажу, что это у нас для транспортного и земельного налога, это первый, второй, третий кварталы по налогу на имущество организации. Те, кто исчисляет налог на имущество организации от кадастровой стоимости, также первый, второй, третий квартал. Те, кто исчисляет налог по среднегодовой стоимости имущества, это первый квартал, полугодие и 9 месяцев календарного года. Ольга Викторовна, если предприятие авансовые платежи заплатило вовремя, а уведомления не представила. Какая-то форма наказания за это предусмотрена? В 2023 году пока не предусмотрено наказание. С 2024 года это у нас ответственность по 126 статье налогового кодекса. Ну и, конечно, представлять, естественно, нужно, как любая отчетность, потому что это чревато тем, что сумма по... в случае непредставления уведомления уплаченная сумма будет зачислена на единый налоговый счет без распределения бюджета субъектов Российской Федерации и муниципальные образования. То есть задолженность может сформироваться неверно, если предприятие не представит данное уведомление? Да. А если, например, уведомление было представлено заранее, например, по сроку окончания первого квартала, может быть, это может касаться, например, авансовых платежей по земельному налогу, а сейчас предприятие представило уточненный вариант. Вот по какой из двух представленных вариантов будет сформирована задолженность? В рассматриваемой ситуации сумма по уведомлению будет сформирована в отношении транспортного налога и налога на имущество организаций по первому уведомлению, как вы сказали, и по земельному налогу по второму уведомлению. Ольга Викторовна, а если у предприятия такая ситуация? Платежи по имущественным налогам осуществляются в 2023 году, но оплачиваются задолженность за 2022 год. Какая-то форма уведомления в таких случаях, она предусмотрена? Да, такая же форма уведомления, как обычно, по сроку не позднее 27 февраля 2023 года должны были предоставить такое уведомление в налоговую службу по месту учета организации. Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, вот эта форма уведомлений об авансовых платежах имущественных налогов, она действует до конца 2023 года или дальше она также будет действовать? Дальше также будет действовать. Что касается, у нас вообще эта форма действует по налогу, что касается налога транспортного и земельного с 2020 года, по налогу на имущество организации с периода 2022 год. Но только в отношении имущества от кадастровой стоимости, те, кто исчисляет налог на имущество организации от среднегодовой стоимости имущества, обязанность по представлению декларации еще сохраняется. Спасибо большое вам, Ольга Викторовна. Я думаю, что после нашего с вами интервью многие руководители и главные бухгалтера предприятий еще раз для себя зафиксируют необходимость представления всех новых отчетных форм, которые с этого года действуют в Хабаровском крае на территории Российской Федерации. Спасибо вам за интервью. Уважаемые телезрители, вы смотрели актуальное интервью телеканал 6TV. Оставайтесь с нами.